Ассаламу алейкум, это опять Диана, всех приветствуем, добрый вечер, со своим телефоном мобильный репортер ЧГТРК Грозный. Я только что узнал, что против меня вели уже четвертый раз санкции. Мне очень смешно, потому что я никогда не буду иметь отношения с Америкой и ездить. У меня нет счетов, у меня нет ничего за границей, кроме друзей. И в России уже, как вы знаете, приоритет дает наше государство рублю. Поэтому валютные переводы, моя семья тоже не делает и не будет заниматься. Мне еще смешнее стало, когда я прочитал, что вели и против моей дочери Табарик санкции. Ей исполнилось, что он месяц назад, 18 лет, она стала совершеннолетняя. Она какие права нарушает? Нарушила, я не понимаю. Еще, да, моя, да, это третья дочка, да, Хутмат, да, по паспорту, если что, она хреда, да, как бы рода, да. Она обиделась, да, или вы перепутали их, да, или, да, что-то не то, да, да. Пожалуйста, да, прошу вас, единственное об одном, да, идите против нее тоже санкции. У меня еще, да, сыновья, да, они тоже обижаются, да, они говорят, да, почему, да, против нас не ведут санкции, да. Вы, да, убиваете, да, в мировом сообществе все, что у человека, да, святое, да, я про Америку говорю, да, вы разрушаете все государства, да, в некоторых местах войной, в некоторых местах агитационных направлений, да, вы нарушаете, да, ценности, да, людей, да, убиваете ценности людей, да, и когда человек говорит о ценности, да, да, в том, что нужно быть патриотом своего народа, государства, да, защищать свою родину, да, сохранять, да, эти традиции, обычаи, религии, да, вы, да, сразу называете его, да, человеком, который нарушает права граждан, да, у вас нет нигде, да, обоснования, да, что где-то я нарушил, да, какие-то права, да, тем более моя жена, которая всегда сидит дома, да, и дочеря, да, которые, да, никогда ничем не занимались, да, ну, благодаря вашим санкциям я старшую назначил министром культуры, да, она успешно работает, да, вторая, да, благодаря вам дошкольное образование по, департаменту, по-моему, по городу Грозу, да, вот, табарик, у него, там, свои, там, какие-то, там, бизнес-направления, да, кафешки, да, такие, да, дела, да, так что, ведите против, да, санкции сразу против всех, да, нас, вам будет легче, да, все санкции, которые у вас есть, да, которые можно придумать, да, придумайте, да, против моей семьи, рода, животных, да, и, еще, да, я скажу, от того, что вы ведете сбор против санкций, да, ничего не изменится, да, я даже, да, не знал, что столько, да, сейчас, да, я говорю, дайте мне, да, информацию, да, кто, да, против ввел меня санкций, Евросоюз, Канада, Украина, единственное, мне стало обидно, да, когда, да, Япония ввела против меня, да, санкции, да, я думал, Япония это самостоятельное государство, да, совсем со своими принципами, да, принципами, да, взглядами, да, Ну, они, да, когда, да, я уехал, да, ввели против санкций, да, мне обидно стало реально, я бы, ну, они тоже легли, что ли, под Америкой, вот, о чем я задумался, да, а так, да, когда Европа, когда Америка, когда Запад, да, они вводят санкции, да, у нас дома, да, бывает праздник, да, Мы, да, говорим, да, вот, я спокойно чувствую перед Всевышним, перед народом, перед семьей, да, что ввели против меня санкции, да, вот, о чем мы говорим, да, с семьей, да, поэтому, что бы вы ни говорили, и, как бы вы ни старались, да, мою позицию, да, никогда никому не изменит, да, и, если вы думаете, что вы, да, можете повлиять, да, как-то, да, на это, да, то вы глубоко ошибаетесь, да, скажу, да, всем, да, что мы отправились сегодня, да, в Украину, да, 1500, 1600 человек, еще дом, готовый дом, отправиться, отправиться дом, готовим дом, еще 9000 человек, ну, и каждый день, два, три, будем отправлять дом наших лучших бойцов, за защиту нашего государства, для участия, да, специальной операции, да, который проводит под командованием Верховного Волнокомандующего, Министерства обороны, да, он, с удовольствием, да, он, наши бойцы идут на защиту, да, он, своего государства, ценности, да, он, семьи, народа, республики, да, он, они готовы отдать свои жизни, ради будущего нашего народа, да, и мы не раз смотрели в глаза смерти, да, он, они бойцы, да, он, которые прошли, да, он, весь путь, да, Ахмад Хаджин, да, он, и сегодня, да, он, готовый, да, выполнить, пройвину, да, он, не моргнув глаза, да, он, любой приказ, любой сложности, да, он, и они доказывали, да, он, сегодня мы уничтожили в двух местах, Харсоне, да, он, много техники уничтожили, да, он, бурлобейс, сж Simonベнем, да, он, много этих Шайтанов уничтожили, и под Луганском, да, он, тоже, да, он, Уничтожили шайтанов, технику сожгли, гренни, появляются там мы их уничтожаем. И мы не будем сидеть во Воронеже, мы будем нападать, до тех пор мы не освободим всю территорию Украины от этих бандершин. И западная европейская политика, которую проводят на Украине, это убийственная политика против украинского народа. Поэтому еще раз прошу украинский народ, будьте мужчинами, берите свои руки, выбросите этого наркомана Зеленского, этих шайтанов, которые его окружили. Они не понимают, о чем говорят, они под кайфом, они не соображают, выполняют приказы натовских специалистов, которые отправлены, сидят рядом с ними. Не убивайте свой народ, не воюйте против своего народа. Будут славяне, все, мы считали единой нацией. Поэтому, чего не хватает. А мы покажем, у нас отдельные счеты с этой нечистью, с этим шайтанами, которые говорящие на чеченском языке, которые называют себя мусульманами, они не мусульмане. пророк про них уже 1500 лет назад сказал, их надо убивать. там, где они, там всегда будет война, поэтому мы выполняем поручения, завет нашего любимого пророка, саллаллаху алей и будем уничтожать их. Так что санкции, натовские войска, оружие американское, нас не остановят. Мы воины Аллаха. Победа принадлежит Аллаху. Аллаху. А мы будем воевать до конца. Аллаху Акбар. Ахмад. Сила. Президента мы вспоминали пару раз. Я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю, я обязан Путину, Владимиру Владимировичу. Будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан и одному человеку. Это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет.